Приветствую вас, сразу хотелось бы сказать, что я не думаю, что ваш мужчина вами манипулирует именно с целью манипуляции. То есть я не считаю, что мужчина манипулирует вами целенаправленно, я не считаю, что мужчина преследует цель манипулировать вами целенаправленно. Я считаю, что, скорее всего, у него действительно есть некоторые проблемы, у него действительно есть некоторые сложности. Ну, вот, непосредственно с собственными чувствами, с чувствами, с собственными ощущениями. Вот, у него действительно есть некоторые проблемы, его действительно тянет туда, он действительно не знает, что с этим делать. Вот, он действительно может быть даже боится, действительно переживает. Вот, так, по крайней мере, получается, исходя из вашего текста. Вот, значит, судя по тому, что вы написали, да, именно вот, судя по тому, что вы написали, мужчина очень незрелый. То есть вот, как личность, да, да, он очень незрелый. И, властная мама, кстати говоря, вы тоже ведете себя с ним как родитель. То есть, ну, вы, в этом плане повторяете его маму, повторяете поведение его мамы. Вот. 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 Как это, мне, мне видится, по крайней мере, по крайней мере. Вот. То есть, я не говорю, что это обязательно, прям, вот, плохо, да, то, что вы делаете. Но, вы повторяете позицию, позицию его мамы. То есть, вы ведете себя так же, как она себя ведет с ним. И, тут надо, на самом деле, определиться, вы хотите, действительно ли вы хотите этого. Действительно ли вы хотите, ну, вести себя так. Или нет. То есть, вы хотите, чтобы мужчина был за вами. Или, все-таки, наравне с вами. А то есть, мне кажется, что это, ну, такой, достаточно важный момент, если мы хотим, опять же, разобраться. Да? С тем, с тем, что происходит с вами. Вот. Поэтому, эм, вот, мужчина, он, действительно, не уверен в себе. Мужина, он, действительно, эм, значит, достаточно неврелый, неврелая, достаточно неврелая личность. Вот. Судя по тому, что вы, вот, написали, судя по тому, что я могу увидеть. Вот. И, его неврелость, она, эм, возможно, и сопровождается манипуляциями, да. То есть, мужчина, может быть, и манипулирует вами. Вот. Но он это делает, знаете, очень примитивно. Да? То есть, он не пытается, как-то, изощренно это делать. Вот. А все его действия, все его действия, которые, вот, ну, направлены на то, чтобы, эм, манипулировать вами. Они все, ну, представляются мне достаточно, достаточно искренними. Вот. То есть, они мне, они мне не представляются чем-то, эм, таким, знаете, эм, наигранным. Вот. Я здесь, конечно, могу ошибаться, вот, эм, безусловно. Да? Могу, безусловно, ошибаться. Ну, мне видится, эм, эм, ситуация, вот, именно, под такой, именно так мне видится эта ситуация. Вот. Вот. И я не думаю, что, я не думаю, что мужчину, мужчину, да, можно назвать, эм, ну, вот, именно манипулятором. Да? Не думаю. Больше, а, больше мне кажется, что, что человек, действительно, реально испытывает слотность. Вот. Вот. Действительно, реально испытывает проблему. И это уже вы. Это вопрос к вам. Это вопрос к тому, что вы выбрали себе такого мужчину, который, вот, эм, такой, достаточно, неврелый. Вот. Вот. И вопрос заключается в том, на самом деле, а, почему вы его выбрали? По какой причине вы его выбрали? То есть, эм, отдаёте ли вы себе отчёт, например, в том, что пытаетесь, вот, здесь, эм, человека как-то поменять, да, человека как-то научить. Отдаёте ли вы себе отчёт в том, что вы пытаетесь, эм, ну, возможно, возможно, я не говорю, что это обязательно так, но, возможно, вы пытаетесь навязать ему, а, вот, что-то своё, да, свою какую-то позицию. Эм, вот. И это, опять же, ваш выбор. Я хочу, чтобы вы понимали для себя, что вы делаете в этой ситуации, вот. Что вы делаете и куда стремитесь, вот, куда идёте. То есть, любовь, да, отношения такие вот здоровые, зрелые, они всё-таки больше основаны на принятии человека таким, какой он есть. Да, то есть, даже, вот, если, эм, он, как-то, ну, ведёт себя, как-то негативно, да, по вашему мнению, например, например, что всё равно идея в том, чтобы его позицию принимать, если вы его любите. Конечно, конечно, вот. Ну и, соответственно, не принимать, да, и пытаться его поменьше поменять, если вы его любите, но, скажем так, недостаточно сильно, вот. Дальше идём, значит, эм, почему мужчина тянет в другой город, да? Значит, мужчина тянет в другой город, потому что там он чувствует себя в безопасности. Именно в город, именно вот в своём городе он чувствует себя в безопасности. Он чувствует себя в безопасности в большей степени, там, эм, почему так, да? Ответ, на самом деле, достаточно простой, потому что там ему не нужно ничего решать. То есть там у него есть мама, которая всё решает как бы за него. Или он привык, что там есть мама, которая решает всё как бы за него. И поэтому он стремится туда, к маме, он стремится туда в безопасности, ему там спокойнее, даже несмотря на все сложности, которые есть. Иными словами, мужчина попросту в отношениях с вами чувствует, что ему, ну, как бы некомфортно. То есть он испытывает стресс, он испытывает напряжение, напряжение, вот. А там, несмотря на весь негатив, несмотря на все сложности, там он чувствует себя более расслабленным и более привычным. Ввязано это с потребностью в безопасности. То есть всё дело именно в безопасности. То есть мужчина хочет чувствовать себя в безопасности. Вот. Поэтому его и тянет, вот, соответственно, туда. Вот. Его тянет именно туда. По этой причине. Исключительно. Безапад. Возможно, вы на него слишком давите, да, то есть, ну, в плане того, что вы от него слишком многого требуете, возможно, вы слишком многого от него хотите, ну, по его мнению, как бы, как бы. Вот. Вот. Именно, по его мнению, вы слишком многого от него хотите. Вот. Он вам этого дать не может и, соответственно, из-за этого у него возникают такие вот сложности и проблемы. Ну. Ну, это опять же, это вопрос, скорее, о построении отношений. Знаете, то есть этот вопрос, опять же, скорее, о том, как вы, ну, выстраиваете отношения с мужчиной. В принципе. Понимаете. То есть, это вопрос, он, именно, скорее, об этом. Это не вопрос о том, эээ, почему и как мужчина себя ведет, да, то есть, эээ, почему он ведет себя именно так, а не иначе. Это вопрос именно построения отношений, ваших отношений, как, как вы их выстраиваете с ним. Но тянет его туда именно, именно безопасность. Вот. Почему так, эээ, и, соответственно, почему он, эээ, хочет домой, несмотря на то, что, эээ, переехал, переехал к вам. А я думаю, что он переехал, эээ, не совсем по, эээ, ну, не совсем по, по своей воде. Я думаю, что он переехал, ээ, отчасти по принуждению. Вот. Я так думаю. Вот, мне так кажется, почему-то. То есть, нет, эээ, вы ему нравитесь, ээ, безусловно, он вас любит, но, мне кажется, что переехал он именно по тому, что, вот, все-таки, эээ, был какой-то элемент принуждения. Хотя, и сказать, конечно, напрямую, да, какой элемент принуждения, эээ, я не могу. Ну, то есть, не могу, да, не потому, что не могу, а потому, что тут нужно, эээ, все-таки, выяснять, эээ, что именно случилось, что именно произошло, что именно, эээ, как именно между вами, эээ, отношения выстраивает, выстраивает. Вот. Так. Эээ, постоянно устраивает, не пойми, что, потому, что хочет домой. Я с ним еду. Ну, вот здесь, эээ, Мария, эээ, да, эээ, история такая, 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 ээээ, что, понимаете, вот, ээээ, мне не совсем понятно, а почему вы ему, как бы, эээ, подогается. Да? То есть, ээээ, предположим, что мужчина, он, ну, действительно, ээээ, хочет домой. Да? Это его желание. Его желание, ээээ, ехать домой. Это его потребность, ээээ, в том, чтобы ехать домой, не ваша. Вот. И мне, вот, не очень, эээ, понятно, почему вы, эээ, берёте на него ответ, берёте на себя ответственность. То есть, ну, да, он от вас требует, он требует, чтобы вы ехали, ээээ, с ним. Это понятно. Но, почему вы, ээээ, соглашаетесь на это? Для чего вы соглашаетесь на это? Понимаете? Вот это то, что для меня остается загадкой. То есть, ээээ, если вы не хотите ехать, да, то, как взрослый взрослому человеку, вам, ну, просто нужно сказать, ну, я, как бы, не хочу. Мне, мне это не интересно, да? Мне, я в этом ничего такого для себя не вижу. Эээ, хочешь езжай, 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 не вопрос, но, эээ, езжай, соответственно, без меня. Вот и всё. И это справедливо, это нормально. Это адекватно. Вот. То есть, здесь у вас, возможно, есть некоторые проблемы с ответственностью. Разграничением, да, с разграничением. Твоей ответственностью и ответственностью другого человека. Я с ним еду. Зачем? Всё там нормально? Что значит нормально? Только возвращаемся назад, он опять сидит, плачет, пихует, слёзы льётся. И я плохая, и город мой плохой. Это шизофрения? Нет. Это в этом потребность безопасности. Тут есть работа, отдельное жильё, всё необходимое. Необходимое для кого? Самой жил у бабушки, вот на комнатной квартире ещё и собака большая. И что? И что? Спал на полном матрасе. И что? И что? С родителями отношения сложные. А у кого они простые? То есть, как бы... Много людей, знаете, у кого простые отношения с родителями. Чего его тянет туда постоянно. Так. Ну, объяснил. Или он манипулирует? Ну, понимаете, Мария, да? Элемент манипуляции, он безусловно есть. Именно элемент манипуляции, он безусловно в наличии. Элемент манипуляции, он безусловно в наличии. Вот. Но, как я уже сказал, да? Как я уже сказал. Даже если, даже если манипуляция и есть, да? То она, эта манипуляция происходит не специально. То есть, ну, не целенаправленно. То есть, у мужчины, да? А цели, цели, вот прям цели, как таковой манипулировать вам. Ну, наверное, нет. Вот. То есть, это не цель обрести над вами власть. Такую. Понимаете? Цели обрести над вами власть у него нет, что является конечной потребностью любой манипуляции. Именно манипуляции. Вот такой цели у него нет. Он манипулирует, да. Но манипуляция это связано именно с тем, что ему действительно нужно, с тем, что ему действительно хочется. Вот. Понимаете? Хочется ему в первую очередь вот именно того, что он дома получает. И это то, что он получает дома, да, обеспечивает его мама. Его мама. Его мама даёт ему то, что он, то, чем он нуждается по сути делать. По факту. Вот. Вот и всё. Поэтому, опять же, если вы, если вы подумали о манипуляциях, да, если вы сами, вот, решили, что всё дело с манипуляцией, то это, скорее, ваша оценка событий. Это, скорее, ваш страх. Это, скорее, может быть, вы прибегаете к манипуляции. Но не он, в данном случае. То есть, если это манипуляция, да, то это манипуляция не произвольно. А если манипулирует, то что? Дальше. Единственное, что, единственное, есть у него какой-то страх перед моей матерью. Она женщина властная, очень, ну, ему относится неплохо, очень много она помогает. Живём отдельно. Ну, матерь ему боится, потому что сам в себе не уверен. Я думаю, так. Матерь ему боится, потому что он сам в себе не уверен. И, возможно, ваша мама похожа на его бабушку. Вот. Я, кстати, перепутал, да, то, что я подумал, что это, его, его мат. Так. Значит, он живёт, кстати, ещё раз, да, вот, вы, вы похожи на свою маму в этом плане. Вы такая же властная, кстати, а по всему. В этом, в этом я не ошибся. Он живёт в моём городе пять месяцев всего, зато уже два раза пришлось ехать туда. Ну, опять, да, вот, смотрите. А, в кому пришлось ехать? Вам. Да? Вам пришлось ехать. Почему? То есть вы-то зачем едите туда? Для чего? Вы, как бы, жалуетесь на него? На своего мужчину? И я вас понимаю Я понимаю, что вам тяжело Я понимаю, что вам Неприятно Я это все понимаю Но Зачем вы делаете это Вы говорите Пришлось ехать туда А может быть не пришлось Может быть вы хотели Может быть вам что-то движет Может быть у вас есть какая-то цель То на две недели То на одну дорогу не три копейки Хорошая сумма Опять же вопрос Чьи это деньги Вы говорите, что Он работает практически на одни поездки Хорошо Он работает на одни поездки Но это его деньги И он может делать все, что хочет На свои деньги Другое дело, что он ничего не делает Для вас, да Не ухаживает За вами там И так далее И так далее И так далее Это уже другой вопрос В таком случае Это уже другой вопрос Если он для вас ничего не делает Тут вы уже можете ему в этом Преднимить претензию То есть вы можете На это обратить внимание Как бы я Загласен с тем, что Ты ездишь Я согласен с тем, что ты Наверываешься домой Я понимаю, что он Для тебя это важно Но Я не хочу, чтобы наши отношения От этого страдали Страдали Да? Вот И Объективно Объективно Если вам что-то нужно делать Вдвоем Если вам что-то нужно делать Для общего Как бы Дела То он должен вкладываться Если он не вкладывается работать Только на поездки То, соответственно, он может ему предъявить Совершенно спокойно Что это такое? Ну, что это такое? Я ответил Как с этим бороться? Никак С этим никак бороться Потому что Это проблема Мужины И До тех пор Пока Мужина Сам не увидит Что это проблема Да? И Он ничего не будет С этим делать То, что можете сделать вы Это донести до него Что это проблема Замотивировать его Эту проблему решать Это вы можете Убрать Как Замотивироваться В своем поведении Как конкретно Перестать ему потакать То есть Перестать, грубо говоря С ним ездить Перестать, грубо говоря Потворствовать ему Вот Его Такому поведению Дать ему почувствовать Последствия своих действий А то мне сложилось такое впечатление, что о нём заботилась его бабочка, теперь заботилась вы с вашей мамой, а он в итоге сам только разъезжает по городам. Вот. То есть, реально в своей самостоятельной жизни мужчина не жил. Как с этим жить? Ну, в принципе, тоже скажу. Если я не буду с ним ездить, он может не будет так часто ездить? Да, может. Может. Мне вообще не понятно, почему с ним ездить. Ибо без меня он вроде не хочет рассказывать, что я с ним должна ездить и поехать в следующий раз. А зачем? Говорю нет, он тогда сам собирается. Мать его, говорит ему, не вздумай приезжать в противник, он наоборот. Ну, видите, да, то есть, мать его, я все-таки был прав, мать его тоже классная. И... А, и ещё чуть-чуть что, какой скандал, я не бою его, то сразу я тогда куплю билет. Ну, то есть, это вот, опять же, я не уверен, что именно здесь есть какая-то манипуляция, да. Я понимаю, что это похоже на манипуляцию, но я не уверен, что он манипулирует вами именно с целью вас починить. Я думаю, что, когда скандал, он чувствует себя не в своей тарелке. Я думаю, что ему просто не очень нравится, как ситуация складывается. Вот, я думаю, что он просто постоянно не по себе, и... И для того, что ему постоянно не по себе, скандал это просто вскрывает. Вот. И он хочет убежать. Вот и всё. Один раз психанула, сказала, вали, а так собирался, 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 потом говорит, я без себя не поеду, едет со мной только, а сам не поеду. Сказала, пусть ты не думаешь. Ну, то есть, тут я не очень понял, да, что вы вообще хотели этому сказать. Вот. То есть, мне не очень понятно, а вот, ну, именно смысл, именно смысл того, что вы сказали, потому что... Как-то это немного странно звучит, на самом деле, да, то есть, собирался, собрался, ну, потом сказал, что я без тебя не поеду, едет со мной только, а сам не поеду. То есть, не очень понятно здесь, а, как развивалась ссора. Потому что, если мужчина, а, собрался, покупать билет, именно в контексте, в контексте ссоры, да, с вами. Ну, то есть, что он именно ссорился, с вами. А вот, то его поведение, конечно, выглядит очень странным. Вот. И, ну, и то, что вы рассказали, то, что вы сказали, да, это тоже в некоторой степени странно выглядит. Потому что... Вы сказали, даже не думай, хотя при этом сказали ему вали. То есть, тут вот тоже есть некая такая непоследовательность. И непоследовательность, это, на самом деле, худшее, что вы можете сделать для мужчины. В плане, именно, вот, в плане столкновения его, соответственно, своей, вот. Поэтому тут, я думаю, что вам нужно вот свое поведение менять, подкорректировать. Как бороться с манипуляциями? А, понимаете, бороться с манипуляциями нужно обстоятельно. То есть, для начала нужно раскрыть игру, какую играет человек. То есть, выгода, да, у игры есть. Несколько стадий развития. Вот. Нужно понять, в какую игру играет человек. И, конечно, на какой-то игре пойду придумать антитепис. Вот. То есть, разобрать детально, в какую игру играет человек. То есть, вы написали, да, этого, к сожалению, слишком мало. Для того, чтобы, именно, вот, сделать вывод. Относительно того, в какую игру играет человек. То есть, я понимаю, что вам это важно. Я боюсь в этом вообще, что вам это важно. Но, эээм, сперва не понять, в какую игру играют мужчины. Вам нужно больше говорить о своих чувствах. Вам нужно говорить о том, что вы делать будете, что вы будете, что вы делать не будете. Что вы чувствуете, когда это происходит. Вот. Выращать, именно, свои эмоции, свое отношение к этому. Вот. Это, в принципе, будет справедливо. Это, в принципе, будет правильно. Правильно. Именно, вот, если мы говорим о том, как бороться. Не понятно. Ладно. А, ибо, когда вы высказываетесь вот так, натос. Когда вы говорите, ну, типа, что, то, даже не думает так далее. Это не высказывает своих чувств. То есть, это, скорее, эээ, стимул к манипуляции. А это неприемлемо. Неприемлемо, если вы хотите устраивать именно, именно здоровые отношения. Понимаете? Вот. Поэтому здесь вот так, я думаю. Отдельным пунктом мне бы хотелось отметить характер ваших отношений. Вообще, как таковой. То есть, вы ничего не говорите. Не говорите о том, что вы любите мужчину и хотите, и чего вы для него хотите. Вы ничего не говорите о том, как он относится к вам. Какие у него чувства к вам. Эээ. И чего он хочет для вас. На чем отношения у вас вообще выстраиваются. На каких основаниях у вас отношения вообще выстраиваются. То есть, эээ. Вот. На чем они базируются. Понимаете? Вот то, что увидел я. Да, то, что увидел я. Это то, что вы пытаетесь контролировать. Так же, как и ваша мама. Ну, возможно. Да. Вот. Хорошо ли это? Нет, не хорошо. Это не хорошо. То есть, вам нужно определиться с тем, каких отношений хотите вы сами для себя. Вот. В первую очередь. И какими средствами вы к этому идете. То есть, какие средства вы используете для этого, для того, чтобы добиться этих отношений. Ну, вот. Для чего вам мужчина вообще нужен? Зачем он вам? Понимаете? Возможно, стоит больше давать ему свободы. Возможно, вам стоит немножко подкорректировать свою модель женского поведения. Потому что... Может быть. Может быть. Может быть. Я не уверен в этом. Но, может быть, вы его подавляете. Понимаете? Это. Вот. И в таком случае, естественно, говорите вы. Да? Про манипуляции. Про... Как с этим бороться. Вы говорите про себя. То есть, как вы боролись со своими чувствами и эмоциями, так вы и, собственно, мужчине предлагаете тоже бороться со своими чувствами и эмоциями. А вас, возможно, раздражает именно то, что он позволяет себе такое, чего вы себе позволить не могли. Из-за того, что ваша мама была и есть достаточно властная женщина. Вот. Ну и обратите внимание на то, что вы позволяете своей маме помогать. Да? Что-то я уверен, что у вас есть обоснования этого, того, что она вам помогает. Но никакие обоснования не дают правомерности такую помощь. Потому что она помогает вам, поэтому она, так или иначе, влияет на вас. И вы, так или иначе, повторяете ее поведение по отношению к своему мужчине. И вообще, вот даже по вашему тексту, да, чувствуется, что вы такой достаточно властный человек, такой достаточно прямой человек, такой жидкий человек. Вот. Но такая ли женщина нужна вашему мужчине? Такой ли женщина чувствует себя хорошо? Обеспечиваете ли вы мужчине своему при таком подходе к отношениям к королям все необходимое для того, чтобы он чувствовал себя в безопасности? Знаете ли вы, что он хочет? В чем он нуждается? Что ему нужно? Отдаете ли вы себе в этом отсчет? Мне кажется, что нет. Потому что вопрос свой вы ставите через борьбу. А борьба это всегда подавление, борьба это всегда контроль, борьба это всегда бесценивание. Вот. Понимаете? Поэтому вам, как человеку, который обратился за помощью, вам, я бы рекомендовал, наверное, все-таки подумать, что вы можете сделать за своим поведением и за своей частью ответственности. Которая есть у вас. И тогда уже будет более-менее понятно. Вот. Вот так, соответственно, ответ на ваш вопрос, да, как себя вести в данной непростой ситуации, будет звучать так. Вести себя, чтобы что? То есть, какая конечная цель у вас? Ну, должна ли быть цель? Правильно. Вы же должны чего-то хотеть, верно? Вот. Вот. Ну, вот. То есть, если вы хотите, например, свое счастье, ну, самостоятельно быть счастливым, это одно. Но если вы хотите, чтобы мужчина был счастливым, это другое. Понимаете? Если вы хотите отношения сохранить, это третье. То есть, тут вот нужно, нужно понять, что вы хотите сам. И, исходя из этого, вы двигаетесь. И цена. Обязательно цена должна быть. То есть, ага. Цена того, что вы хотите. Если вы хотите счастья себе, какую цену вы готовы за это заплатить? Если вы хотите счастья со своему мужчиной, тот же самый вопрос, какую цену вы готовы за это заплатить? По-другому никак. По-другому нервам не бывает. К сожалению. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. В идеале, вам, конечно, вместе с молодым человеком, нужно бы поработать с психологом. Хотя бы вот. Одну консультацию. Просто. Эээ. Повести вместе. Чтобы понять там все. В чем именно проблема. Может быть, проблема даже. Эээ. Совсем и не в том, что вы станете домой. А проблема в отношениях между вами. Вот. Ну а лично вам, помимо того, что я уже предложил, а я хотел бы сказать, что можно посмотреть, насколько вы друг другу подходите. То есть, насколько ваша высокая совместимость. Вот. Ни с точки зрения эзотерики, ни с точки зрения гадания. Нет. С точки зрения психологии. Это тоже можно сделать. Если интересует, если не боитесь, обращайтесь. Не обязательно ко мне, но обращайтесь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.